Привет, привет. На ты будем, хорошо? Да, хорошо. Как тебя зовут? Я Катя. Катя, я Юля. Да, очень приятно. Давай, знаешь, сейчас я найду тебя, значит, 47-я строка. Ты кратенько расскажи, с чем ты пришла, какой запрос, какая проблема, какая ниша, что делаешь, что будем решать. Мы занимаемся воздушными шарами, оформление в основном для B2C. Работаем с 2018 года, выручка значительно выросла, прибыль увеличилась в районе 20 раз. Спасибо вам, очень обязана вам во многом. А вообще, почему? Нет. И ОИ проходила у вас еще, по-моему, первый или второй запуск у вас был. Все, я поняла. Вот, так что спасибо огромное. Вот, в плане развития сейчас понимаю, что хочу развиваться и в более глубокой нише, и в B2B. Вот, потому что, ну, хочется больше денег. Вот, поэтому хотелось бы узнать, как лучше действовать, учитывая, что Инстаграм больше у меня все-таки работает на B2C. Соответственно, стоит ли заводить новый аккаунт и его именно масштабировать на B2B? Или все-таки развивать свой и как внедрять и коммерческие вещи, и чтобы... Работали. Смотри, давай просто мы будем так сокращать, чтобы побольше успеть за 15 минут, да? Смотри, тут, во-первых, спрашивают, какой город у тебя? Москва. Москва, ну вот. А оборот у нас? Ну, в средний оборот у меня 300 тысяч, но там доходило до 650 в месяц. Ну, супер, очень, ну, это хорошо, это прям хорошо. Смотри, давай тогда начнем с тобой. Во-первых, B2B, B2C, это разные целевки будут, да? А кто B2B? Кто B2B заказывает шары? Ну, в основном это компании на корпоративы, это самое основное. То есть сами организаторы, допустим, моя компания решили украсить зал, когда мы там пьем, да? Хорошо, кто еще? Это не B2B, ну, это B2B, но хорошо, кто еще? Какие-то сетевики для открытия, например, своих магазинов. Да, либо там салоны красоты и так далее, магазины всякие, входные группы. Ну, вот это самое основное, в принципе, вот для B2B. Это открытие... Торговой точки, открытие торговой точки, оформление входной группы, мы с тобой определились, да? И это могут делать либо сами собственники, либо сетевики, как ты говоришь, да? Да. Либо они могут обращаться в какую-то, ну, компанию, которая занимается оформлением. Ну, то есть это в том числе и к тебе, правильно? Либо к кому-то, кто занимается оформлением. Да. Плюс люди ищут, ну, прямо они так на прямую ищут оформить себе какой-то зал на какое-то торжество. Это корпоратив, может быть, это может быть все, что угодно. Да. Смотри, здесь еще пишут ивентеры. Записывай себе сразу. Ивентеры, да, это люди, которые занимаются организацией праздников. Организаторы праздников. Кто еще, накидывайте варианты. Кто еще? То есть, смотри, у тебя для B2C твой Инстаграм, то есть ты работаешь в Инстаграме. Как ты здесь писала? Шаршоп 24. Нет, Инстаграм я вижу, я не буду его смотреть. Я говорю, а как привлекаешь клиентов? Я, значит, ну, это акции различные, потом постоянные клиенты, для них всякие различные скидки. Потом предложения, потом отправляем этот опросник. Нет, 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 я тебе не говорю, расскажи механику. А что ты делаешь, чтобы привлечь клиентов новых? Как это происходит? А, ну, это таргет в основном. Таргет там, ты ищешь таргет. Ну, я не активна, но вот как бы насколько... Ну, ты написала 5 тысяч на таргет. Да, нет, 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 нет. В твоих побородках, знаешь. Да, да, ну, ты могла бы чуть так и подразогнаться. Да, уже пора. В общем, для B2B, вот смотри, какая особенность, сказать, что вот собственник бизнеса сидит в Инстаграме и ищет себе оформление, вполне может быть. Да, если какой-то маленький магазин, там, салон красоты, кафе, возможно, какое-то, да, вполне себе возможно, они ищут, но им достаточно твоего, вот этой твоей страницы. Для того, чтобы им было понятно со страницы, что тебе делать, я бы на твоем месте оформила еще что-то в шапку, дописала, чтобы им было понятно, что для крупных или... Хотя, по-моему, какая разница, оформить входную группу, вот этой вот гирляндой, да, или оформить, я не знаю, мне пьянку, по деньгам жителя, то же самое. Да, да, то же самое. То есть здесь получается, что речь не B2B, B2C, а получается, что тебя B2B чем привлекает? Скорее, вот смотри, вот я бы о чем думала, что тебе B2B нужно не для того, чтобы еще захватить B2B, а в первую очередь для того, чтобы они у тебя на постоянке как-то... Да, 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 вот именно с ними договор заключить на постоянное, например, открытие каких-либо их магазинов. Значит, я вижу, что тебе нужны вот эти оформители, да, ивентеры, именно люди, которые не магазины, вот ты опять в магазины ушла, открытие магазинов, а человек, ну, понятно, если ты заключаешь договор там с условной какой-нибудь, с чем? Там с Локситаном, да, и ты их постоянно открываешь, это классно. На инсту они к тебе не придут. Вот сами к тебе на инсту не придут. Если наткнуться, это хорошо. Скорее всего, вот в этом случае будет работать рассылка коммерческих предложений. Учили мы это, не помню, на твоем потоке изучали или нет. Формирование коммерческого, ну, то есть ты пишешь письмо, да, ты пишешь... Только ты не продаёшь в письме, вот по технике, которую мы изучали на ОИ, ты в письме... Оли, Оли, пишем. Ты в письме отдаёшь только, то есть ты только устанавливаешь контакт. Все остальные этапы после того, когда они тебе ответили, то есть либо ты пишешь письмо, в идеале им звонить, договариваться на то, что ты отправишь им письмо, и остальные четыре ступени ты уже вкладываешь в само письмо. Не бомби сразу письмо совсем, потому что у тебя дальше будет не с чем работать. Понимаешь, да? Помнишь это. Вот. Это не только про магазины, это вот про крупные сети мы с тобой поговорили. Те же самые люди, которые занимаются ивентами, ну, их много. Вот, допустим, мы себе на корпоратив, у нас, правда, корпоратив онлайн не был, да, но если бы мы были в Офе, мы бы тоже заказывали. И я бы искала не отдельно оформителя. Я бы искала человека, который делает нам праздник, и он бы уже нам всё украсил сам. Вот подумай, кто занимается, с кем ты можешь работать. И у них постоянно, то есть ты не ищешь тех, кто празднует, а ты ищешь тех, кто уже нашёл, тех, кто празднует. Вот. Ну да, рестораны, кафе здесь тут пишут. Здесь тут, видишь, как я говорю. Фотозоны, оформление фотозон, возможно, читаешь ты немножко, да? Угу. Вот. Сотрудничество с залами бракосочетания вполне возможно. Это не B2B, а это B2C, опять же, как тебе искать B2C-шников, да? Вот. И твоя инста, это не значит, что инста не будет работать. Твоя инста, её достаточно. Тебе не нужно ещё одну делать. Её достаточно просто для тех, кто тебя найдёт почему-то в инсте, потому что многие стали сейчас искать в инсте всё-таки, тем более ты, ну, ты инстаграмовская. Для тех, кто найдёт в инсте, они должны видеть из шапки, что ты работаешь, то есть ты должна тогда и организоваться для них. Ты должна работать по безналу, однозначно, да? Да, да. Ты должна подписывать акты, ты должна, то есть им должно быть выгодно и понятно с тобой работать. Вот. То есть ты вот эту строку в шапку добавь. Не в поисковую, а в описательную. Угу. Вот. И всё. И в принципе ты после того, как ты находишь, то есть ты не ждёшь, что они тебя найдут, а ты сама к ним идёшь. То есть меняем стратегию на исходящем. Угу. Угу. Поняла. Ещё видишь, здесь тебе рекомендуют детские сады и школы, вот это вот всё. Ну, это сложно, и они эти родительские комитеты, вот, это... Очень сложно. Всем лишь бы за копьё всё сделать. И лишь бы, как ты говоришь? Лишь бы за копьё, за копеечки сделать. Ну да, это всё-таки. Нам жалко свой труд. Мы себя с этим любим. Всё-таки, да, всё-таки это надо, ну, посерьёзнее что-то. Угу. Может быть, знаешь, что ещё сейчас, что сейчас так активно открывается? Что сейчас прям активно открывается? Просто смотри, что сейчас развивается. Да, ну, понятно, что хорика сейчас приостановилась вся. Да, но что-то же сейчас активно открывается, вот, да, и нужно. Ну, вот и всё. Ты их сама ищешь. Угу. Что у тебя ещё осталось у нас? Ещё осталось время? Ещё вот по поводу, немножко вернусь к B2B, ой, B2C, вот, в плане немножко организации своего внутреннего, своих сотрудников. Вот, у меня, значит, две девочки, которые в оффлайне у меня работают, потом менеджер по продажам в Инстаграме и вот один курьер. В принципе, я как бы им расписала свои обязанности, там, у меня трёхступенчатая форма оплаты, там, вроде бы, хорошо, по вашей, по твоей рекомендации тоже в том числе. Вот, и, но я вот понимаю, например, что хотелось бы внедрить ещё, например, мне не хватает, например, рук, чтобы там какие-то мелочи, какие-то там, ну, какие-то вещи включать. И, там, ну, грубо говоря, проанализировать конкурентов, предположим, да, проанализировать странички конкурентов, на это очень много тратится времени. И я понимаю, что вроде как бы я боюсь доверить это кому-то своему, но вроде как я сама не могу разорваться, потому что своих дел хватает. Вот, вот, на твой взгляд, вот, стоит вообще такие вот какие-то моменты отдавать своим подчинённым на свой, как бы, страх и риск? Конечно, это не страх и риск стоит отдавать, потому что ты, как человек изнутри, ты обращаешь, ты видишь, ты видишь другие вещи, ты видишь, как человек, который знает отрасль, понимаешь? А твой сотрудник, он знает меньше, чем ты. Вообще идеально, чтобы вообще левые люди находили кого-то, вот, кого бы они искали. Это будет взгляд глазами твоего клиента. Отдаёшь им таблицу, которую ты взяла на ОИИ, и они её заполняют. Только там, естественно, там есть моменты, которые они заполнить не смогут, вычёркивай, да, а добавь вот что-то, что тебе понравилось, например, здесь в, да, вот в этом, да, почему, как тебе ответили, когда ты там покупал, и так далее. Не бойся, это не страх и риск, не бойся отдавать. Анализ конкурентов вообще классно, когда ты садишься с командой и говоришь, что делают другие. И они тебе говорят, мы там видели так, а там мы видели так. Ну, это вот здорово, да. А вот по поводу, ещё такой момент. Ну, вот менеджер у меня общается, опять же, в Инстаграме, там, например, в Ватсапе, соответственно, естественно, он знает, например, телефоны клиентов, потому что он оформляет заказы, это база наша, да. Вот здесь вот как бы страх определённый есть, потому что уйдёт человек, он может часть базы своей утащить. И в чём вопрос? Ну, как бы здесь больше, как лучше сделать так, чтобы человек, клиент, клиент видел бренд, и они как бы цеплялся за менеджера, да, вот ушёл менеджер в другую компанию работать, и вот. Майя, ты хорошая, это на управлении лояльностью, мы с этим работали. Не привязывать клиента к менеджеру, а привязывать клиента к компании. То есть, откуда вы, с чего работаете, с CRM или из своих контактов? Ну, пока из своих, но надо уже, мне прятежи пора. Ну, знаешь, CRM тоже тебя не спасёт от того, что могут увезти базу, потому что нужно будет дополнительные фишки покупать, да, усложнять CRM для того, чтобы закрывать номера телефонов, закрывать e-mail, надо будет усложнять, да, ну, то есть увезти можно в любом случае, если ты только не закроешь от них. Вот, поэтому важно, да, в таких случаях, это также касается, там, салонов красоты, это касается, там, клиник, фитнес, тренеров и так далее. Чтобы не уводили с собой специалисты, клиентов, нужно их привязывать не к менеджеру, а к компании. В твоём случае, что это может быть, ну, не могу так сейчас накидать, но, например, в салоне красоты важно, чтобы клиент, или в спортзале, например, да, важно, чтобы клиент не привязывался и не уходил за мастером, он уйдёт, но важно его иметь возможность и вернуть. То есть он должен работать не с одним мастером, а, допустим, ну, с несколькими, ну, например, я не знаю, обязательно, да, обязательно завести его ещё на одну или на две услуги в это место, то есть подумай об этом, да, как это ты к себе можешь применить. И точно так же важно потом, отток будет с уходом менеджера, может быть отток, с ними нужно поделать контакт, то есть эти контакты не у него хранятся, а у тебя как минимум дублируются. Ну, и ты потом сама им звонишь, и ты предлагаешь им остаться с тобой, и у вас лучше, и там, понятно, возможно, вы ушли, но мы всегда будем вам рады и так далее. Других вариантов нет. У нас закончилось время. Спасибо вам большое.